Ну, действительно, многие регионы прогрессируют очень быстро, и инвесторы с большим удовольствием приходят туда работать. Те, кто уже работает, отмечают, что есть прогресс. В некоторые регионы инвесторов и бизнес силком не затащишь. Вот, собственно говоря, региональный рейтинг поможет нам определить те области, в тех регионах, которые требуют отдельной проработки тематики, связанной с инвестиционным климатом. У Тула, это Тульская область, это один из тех регионов, который в прошлом пилотном рейтинге, в прошлом году, занял шестое место, показав, ну, в принципе, очень хороший результат. И инвесторы, которые работают в регионе, как российские, так и международные, отмечают, что за последние годы бизнес-среда в регионе значительно улучшилась. Предоставляются льготы инвесторам, создан инвестфонд, разработана стратегия развития региона до 30-го года, работает система гарантий и субсидий. Существует, скажем так, программа по развитию инфраструктуры. Постоянно ведется диалог между региональными властями и бизнесом. То есть, все начинает работать. И у меня вопрос к Владимиру Сергеевичу. Вот рейтинги для вас – это стимулы или препятствия на пути инвестиций? И какие рейтинги для вас являются ориентиром и какие рейтинги вы используете в своей работе? Спасибо. Да, спасибо, Александр. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел, прежде всего, поблагодарить организаторов за то, что они дают возможность нам представлять Тульскую область. Тульская область – это регион средний, наверное, среднестатистический российский. Мы похожи по населению по ВРП с Калужской, Ульяновской областью, регионами, которые очень активно привлекают иностранные инвестиции, наши отечественные. И, конечно, опыт Москвы для нас во многом интересен. Если сравнить Москву и Тульскую область, то ВРП Москвы – это порядка 10 триллионов рублей, что примерно 30% ВВП России. И, соответственно, Тульская область – 360 миллиардов. Это оценочная цифра по итогам 2014 года, которая может еще уточняться. То есть вот видите, какая разница. И, конечно, для нас рейтинги… Мы, конечно, не знаем такого большого количества рейтингов, как Москва. 160 мы не изучаем пока еще, но очень надеемся к тому, что когда-то подрастем и тоже до такого уровня, и тоже начнем оценивать все. Но, безусловно, частью рейтингов мы сегодня пользуемся. Ну вот, как один из примеров, кредитный рейтинг ФИЧ, который необходим, в том числе, когда вы занимаете деньги на внешних и на внутренних рынках. Тульская область в том числе размещает внутренние облигации. И, скажем, ФИЧ в октябре подтвердила рейтинг Тульской области AA- с прогнозом стабильный, что позволило нам разместить почти 10 миллиардов рублей по, в общем-то, мне кажется, неплохой ставке. По ставке… Ставка купона у нас составляет 7,98 годовых, что, ну, в нынешней ситуации, мне кажется, создает дополнительные конкурентные преимущества для Тульского области. Но это когда мы с вами говорим о внешних международных рейтингах. Теперь же поговорим, наверное, о тех рейтингах, которые нам необходимы для того, чтобы наш бизнес, прежде всего, конечно, малый и средний бизнес, ему я хотел уделить особое внимание, развивался. Потому что вот те рейтинги, которые запущены агентством и запущены федерацией, они, конечно, направлены… Цель же не, там, достичь 20-го места, да, в doing business, так сказать, а цель сделать так, чтобы нашему простому предпринимателю, самому маленькому или чуть-чуть постарше, или побольше, было комфортно развиваться, чтобы он понимал, когда он берет рейтинг с единый стандарт в России, он понимал, что этот рейтинг соответствует, ну, скажем так, его среде обитания, и он бы готов был прийти в другой регион, и он понимал бы, сколько времени ему потребуется на то, чтобы создать филиалы, либо новое предприятие, когда он подключится к электросетям, либо к газовым сетям, ну, и так далее, и тому подобное. Уверен, что рейтинг, который был инициирован агентством стратегических инициатив, он рейтинг крайне важный и необходимый. Прежде всего, для того, чтобы было единообразие с точки зрения оценки региона, и второе, конечно, чтобы региональные органы государственной власти и местного самоуправления не дремали. Очень важно, чтобы мы тоже видели те ошибки, которые совершаем, ну, жизнь, она не стоит на месте, к сожалению, все мы совершаем ошибки, как и наши старшие, кстати, братья, тоже, я имею в виду, Москву, но мы стараемся учиться на чужих ошибках. Так вот, чтобы этих ошибок не совершать, я думаю, что этот рейтинг, он крайне необходим и крайне важен. Мы стараемся у себя полностью реагировать на те, скажем, негативные аспекты, или на те аспекты, по которым мы показываем не очень хорошие показатели. Безусловно, рейтинг, он не идеален, и он дорабатывается, но без самого наличия рейтинга, мне кажется, конкуренции, внутренней конкуренции между регионами, конечно, достигать очень сложно. Ну, и когда мы с вами говорим о рейтингах, крупные инвесторы, которые делают инвестиции в реальный сектор экономики, они не ориентируются на сегодняшнюю спекулятивную ситуацию. Мы же прекрасно с вами понимаем, что то, что происходит у нас на валютном рынке, это прежде всего уход спекулятивного капитала и элемент паники населения по покупке иностранной валюты. А те инвесторы, которые ориентируются на внутренний спрос, те инвесторы, которые ориентируются на развитие своего производства, никто не остановил своих проектов. У нас в Тульской области представлены разные компании из разных стран мира, в том числе и американские компании, такие как Procter & Gamble, Международный Юнивер, никто из них свои проекты не остановил. Все, что у нас было с ними подписано, все также и реализуется дальше. Я хотел, может быть, пользоваться тем, что Андрей Рымович здесь, хотел несколько аспектов коллеге сказать, для кого все-таки вот наш внутренний рейтинг. Он не только входит в KPI федеральных и региональных чиновников, что тоже, конечно, очень важно, потому что важно оценивать чиновников, но он направлен на то, чтобы действительно облегчить жизнь малого и среднего бизнеса на территории. Но здесь очень важно, Андрей Рымович, чтобы мы то, что артикулируем, и те политические заявления, которые происходят, чтобы они соотносились с реальностью. Вот сейчас мне поручено подготовить, возглавляя рабочую группу по проведению Большого Государственного Совета по мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Ну вот посмотрите, в декабре месяц, послание президента. Президент говорит о том, что нужно не повышать, ну как минимум не повышать налоги и снижать административную нагрузку на бизнес. В декабре месяце принимается закон, в соответствии с которым дополнительно расширяются полномочия Роспотребнадзора по проведению проверок. Понимаете, то есть с одной стороны мы артикулируем правильные вещи, а с другой стороны, к сожалению, имеем на выходе другой результат. И у людей, которые принимают решение об инвестициях, у них создается... Они не понимают, все-таки мы будем снижать нагрузку или увеличивать контрольные функции надзорных ведомств. Следующий аспект. Малые предприятия. Говорим, индивидуальные предприниматели, налоговые каникулы. Но это же тоже полумера. Но что нам мешает сделать налоговые каникулы не только для индивидуальных предпринимателей, но в том числе для юридических лиц, которые работают на упрощенке? Ну давайте также дадим им те же два года налоговых каникул. Более того, дадим возможность всем существующим перерегистрироваться, и чтобы право получения льготы, вот этих льготных каникул, было по бенефициару, по фамилии. Ну давайте сделаем. Зачем мы принимаем опять какие-то полумеры? То есть любые рейтинги, которые мы вводим, любые решения, они важные. Но они важные будут только в том случае, если у нас будет конечный потребитель. Если конечного потребителя этих услуг не будет, то все наши потуги, федеральные и региональные, они не будут иметь успеха. Поэтому мне кажется очень важно, чтобы рейтинг, он соотносился с той инвестиционной атмосферой, которая есть у нас в каждом из наших регионов и у нас в целом стране. И здесь мы люди, которые ответственны за развитие территории, за развитие экономики, должны занимать принципиально жесткую позицию. И вот такие вопросы четко и последовательно их отстаивать, выполнять поручения президента. А так, конечно, коллеги, большое спасибо еще раз за то, что дали возможность с этой трибуны напомнить о себе. И мы, конечно, будем также участвовать во всех рейтингах для того, чтобы Тула была не только как оружейная столица, но это еще и Толстой, это еще как один из регионов, который всегда рад своим инвесторам, несмотря на близость Москвы. Москва – это всегда и плюс, и минус, потому что это большой рынок, с одной стороны, с другой стороны, всегда большой конкурент, старший брат, у которого мы учимся. Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, я бы сказал, что Москва – это город-спутник Тула, наверное, как считают там. Я надеюсь, через 150, может быть, лет. Редактор субтитров А.Семкин